Здравствуйте, дорогие друзья! Я обычно говорю эмоционально. Сегодня буду говорить спокойно. Я вам хочу порекомендовать задуматься. Итак, поговорим о том, что изменит мир, вообще изменит интернет. Это технология блокчейн. Многие на сегодняшний день вообще не понимают, либо думают, что понимают и связывают блокчейн конкретно с биткоин. Со стороны я бы сказал, это примерно так. Это вот есть завод, который производит сталь. А у человека есть ведро. И он говорит, из стали делают ведра. И больше ничего. Потому что он другого не знает. Вполне объяснимо, ребят. Я был такой же определенное время назад. Ладно. Давайте по порядку. Для начала я хочу вам задать один вопрос. Я вот буду писать, чтобы вы неспешно думали. Почему блокчейн сравнивают с изобретением. самого интернета. Это вопрос один. Вопрос два. Что еще на вашей памяти сравнивали с открытием, с изобретением интернета. Итак. Вот на этот вопрос ответ очевиден. Ничего. Почему блокчейн сравнивают с изобретением самого интернета. А вот над этим вопросом мы поработаем. Сейчас. Итак, ребята. Для начала я хочу вам представить рынок. А вы думаете. Нет. Ну, кто позже родился там, после двухтысячных. Где-то может меня немножко не понимать. Но все равно, грубо говоря, поймет, но не вспомнит. Вспоминаем то время. Первые мобильные телефоны. И когда, где любое людное место, особенно наши русские люди, да, у кого был тогда мобильный телефон, надо встать посередине громко. Алло, люсь! Или на домашнем собрании. В принципе, первые мобильные телефоны, когда, надо было обязательно сказать, это было очень дорого. Были они не у всех. Прошло немножко времени. А теперь я вам, ребята, сдаю вопрос. Смотрите. Обратите внимание. Давайте возьмем вот так вот сделаем слайд. И вспоминайте конец девяностых и сейчас. Как шло время, ребят? Как? А вот примерно так. Вот смотрите. Так, 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 так. Вот были первые мобильные телефоны. Относительно. Они были малый промежуток времени. Потом, потом, разработчики, помните, появились телефоны, не, это не то немножко пока, вот такие, ну, там разные, да, я просто что первое нашел, которые начали приобретать уже все люди и уже все звонили, всех круто. У кого-то был интернет уже, но это не был телефон, а страшная пародия. По сути дела, да? Но тогда это было круто, это было удобно, и это было классно. Молодежь сейчас скажет, ну и хрень. Да, хрень, согласен, но это классно, потому что оно работало. Не везде, это время характеризуется тем, что тогда МТС назывался «Моя твоя не слышит», то есть всегда можно было вот в Белоруссии, допустим, смотреть так, кто идет уверенно разговаривает, это Велком, кто бегает, значит, как заяц по обстановке, это, скорее всего, другая какая-то связь. То есть человек искал «Люсь, подожди, я к туалету подойду, там связь лучше». Ну, примерно так. МТС сегодня развит, понятно, да, Велком тоже развит, все компании, которые стали. А теперь смотрим, да, вот этот период был довольно долгий. И вот этот переход был тоже долгий. Вот тут переход между этими телефонами. Почему? Мобильные разработчики писали вот эти вот кривые операционные системы первые для... Это не была операционная система, это сегодня, да, это были, ну, некая пародия программка, чтобы работала... Учились. А вот теперь самое интересное. Смартфоны, планшеты и период времени очень короткий здесь был. Очень короткий. Вспомните, бац, андроид вышел и все, понеслась. Вот эти телефоны буквально, если вы вспомните, моментально ушли в небытие, ну, понимаете меня, и пошли развиваться. Ребят, была изобретена полноценная система андроид, то есть система андроид стала самодостаточной. Вначале система андроид писала на C++. Грубо говоря, грубо говоря, дело шло не так весело вначале. Но вернемся к нашей шкале. А, я не закончил мысль, чтоб вам было интересно. Пока не появилась компания, баси, комментарии не нужны. Сами справимся. Сейчас я закрою дверь. Которая разработала язык Kotlin, которая разработала всем знакомую Android Studio на Java. А теперь задаю вам вопрос, ребята. Кто знает по HR, Android Studio мощнейшие комбайны? Да кому, как не этим ребятам, которые 500 собак съели на Java? Не было понять, а как Java сделать простым? И вот он родился Kotlin! Ладно, успокоимся. Пойдем дальше, по порядку. Вот на этом этапе была изобретена система Android. И заметьте, насколько быстро пошло продвижение семимильными шагами. А теперь давайте а вот смотрим на эту картинку. Просто на сегодняшний день, вот сейчас смотря это видео, по сути дела вы получаете информацию, которая может решить вашу судьбу. Например, вам и мне где-то простительно вспоминаем 2009 год, когда биткоин стоил 0,03 цента. А сегодня 18 тысяч долларов. Тогда мне, вам, котику басику никто не сказал. Но человек, который делал систему блокчейн, он это понимал. Эти люди сегодня миллионеры, миллиардеры. Но это все и запутало. давайте мы попробуем сейчас с вами разобраться кому-то удобнее по-научному. Обычно вот так вот выглядит кривая гаусса по продажам. Так можно рассчитать любой рынок, любых клиентов. Схема разработана в 60-х годах, работает сегодня. Почему? Потому что грубо говоря, суп он всегда суп. Как ни крути, а вода в нем будет. Ну, кроме там некоторых вещей. И давайте подумаем. Мы этот, я обычно эту схему рассматриваю, как запустить любой проект. Вот у меня все проекты работают. Но сейчас мы немножко повернемся и сами встроимся. Вот это, в эту схему, куда вы хотите встроиться. Эй, товарищ, за монитором, смотри на эту фотографию. Сегодня, если ты выйдешь и скажешь громко на остановке «Алло, Люсь!», то скажут «Дурак». Логично. Это время прошло. Но смотрим. Вы в нем остались? Так вот, 5-15% это всегда первая аудитория, грубо говоря, миллионеры. На рынок потребителя перевести это те люди, которые если мы смотрите, я хочу, чтобы вы поняли эту схему. Сейчас я понял. Вот медаль, да, я не художник, поэтому мне можно смело сказать «Киса, вы рисовать умеете». С левой стороны у нас будет потребители, с правой стороны если потребители, а с правой стороны мы будем рассматривать схему как бы со стороны. Так вот, я просто чтобы вы уловили мою мысль, да, потому что я вообще по профессии много лет занимался продажами и начинал от входа с двери дверь, поэтому продажи как раз таки я хорошо понимаю, вообще хорошо. Так вот, грубо говоря, 5-15% это те люди, которые стоят в очередях, допустим, за новой моделью. Это среди потребителей. а для нас с вами это те люди мы с вами, которые станут миллионерами, грубо говоря, которые посекли раньше. Я могу это доказать. Когда родилась операционная система андроид, если вы покопаетесь в интернете, стоп, оба на, сейчас я вам загоню гала. А я расскажу еще чуть дальше. Вот досюда, вот здесь еще, вот тут вот, на заре, я про телефоны сейчас оставлю. А я помню, когда были первые миллионеры в интернет, которые делали сайты на HTML, еще по хп не было. И эти люди были миллионерами, потому что никто сайты не умел делать, они умели, у них заказы валили. Ложка. дорога к обеду. Когда родилась система Android, новая совершенно, да, и первые приложения, кто делал, они быстренько разбогатели. Пользоваться нечем было. Ага. Вот они где были. они смотрели чуть дальше. Дальше идет примерно, ну, не придирайтесь к цифрам, там 45, 45 проценты, это все проценты людей. И тут, грубо говоря, остатки в зависимости. Ну, если тут 5, то 90, 10, тут тоже 5. давайте рассмотрим этот рынок вообще в целом. Вот это люди, которые видят дальше. В 2000-х годах я не относился к этим людям. Начал относиться чуть позже, в 2009-го. А почему? Я купил когда-то видеомонитофон, когда они у всех были. И это было неинтересно. это тоже прошлый век. А потом я подумал, чего я сзади ползу, кто мне мешает. И первая эта вещь случилась в 2009-м году, когда я начал отслеживать западный рынок, там пошли соцсети, и я, кризис начинается, и я начал продавать курс за 150 долларов. Кто-то есть в школе у нас сейчас люди, которые были тогда, используют социальные сети. И оно пошло. Это потом сети стали спамом и все так далее. В 2012-м уже в принципе ни туда и ни сюда. То есть ринулась толпа. 45% это люди, которые тоже много чего добиваются. Ну, как обычно так. О, Машка купила давно, вон, смотри она. Давай мы. Эти люди вот если взять, то это основной рынок, который в принципе и двигает. Остальные 45% это из разряда чего. Значит, смотри, Люська и Катька купили, давай и мы. Или там, а ну вот это люди, это когда уже у всех есть, это как я рассказывал про себя в 2009-м году, да, у меня появился видеомейтофон, наконец-то. Я не хотел быть первый, как это, сзади, да, я решил, что я буду вот здесь. Врубились. А теперь вы определите ваше место на рынке блокчейн и мобильных технологий. Вы где? Здесь. Ну, давайте, чтобы вам было лучше видно. где вы? Здесь, в этом секторе, в этом секторе и в этом. При этом сегодня у вас есть выбор, у вас есть определенное время впереди, то есть можно делать спокойно. А для начала нарисуем еще одну вещь. вот этот период, он соединен с этим. Просто имеет немножко другой цвет. Я теперь хочу вернуться к вопросу почему блокчейн сравнивают с изобретением самого интернета. Ну, для начала я вам покажу интересную статью. Теперь смотрим. Я своим ребятам в школе говорю так. Ребята, вы не успеете оглянуться, как блокчейн заполнит все. И нахожу информацию. Первый в мире блокчейн смартфон. Да, начали разрабатывать. Но нам и он и сейчас это не мешает. Но вопрос в том, что рынок начинает затачиваться. И потом вы не успеете оглянуться, как будут уже смартфоны другие. Изобретать ничего не надо. Просто система андроид будет себя подстраивать под новые технологии. Гугл себе не позволит тащиться сзади. Мы как разработчики сдаемся вопрос. Я буду лично вот здесь. Вот почему я вам рассказываю в видео. Потому что я здесь. И я хочу здесь. А теперь вы спросите у меня вопрос. Валера, а нахрена тебе это нужно? Вот мы там еще ни хрена не знаем о блокчейн, а ты нам рассказываешь, что ты хочешь, что ли там грубо говоря повыпендриваться. Да ребят, не тот возраст уже, выпендриваться. У меня свой интерес. чуть попозже вы его до конца поймете, а сейчас пока я вам покажу. Я сделал школу. Одному довольно сложно, да, но когда вместе смотрим план изучения языка программирования Kotlin, изучения Android Studio, API Android, практическое применение Kotlin, тестирование, выгрузка и блокчейн. То есть мы идем в плане, вы можете нажать быстрый старт, почитать статьи, далее посмотреть курсы, ссылка на сайт в описании видео. Доступ пожизненный, поэтому оплачивать лучше всего как дешевле, да, пока идут скидки, потому что уроки добавляются, поэтому нет разницы сейчас или потом оплатил, просто сейчас будет дешевле, потом будет дороже, вот и все. Ладно, пошли дальше. Теперь давайте мы поступим следующим образом. Я вам немножко порисую. Вот у нас есть смартфон. А теперь я у вас спрашиваю. Это у нас абсолютно любое приложение. А вот это у нас наш релиз системы блокчейн. блокчейн это грубо говоря распределенная база данных. Чтобы было совершенно понятно, приведу тотальный пример. Страну не вспомню, но суть вспомню. В одной из стран не так давно, в 2017 году, было землетрясение. И было здание, где хранилось, были компьютеры, хранились все данные. Благодаря землетрясению все было совершенно разрушено, смыто. Ну, все. Грубо говоря, данные потерялись. Если эти данные были сделаны по технологии блокчейн, то даже если сохранился хотя бы один телефон, технология была бы сохранена. вы скажете «Уф ты! Офигенно! То-то и дело, ребята!» Это первый плюс. Это распределенная база данных, которая хранится на каждом устройстве, но хранится не как большие базы, а как запись цифр. При этом поделать ее невозможно. Блокчейн предусматривает вот это квадратики это пользователи. 1, 1, 2, сейчас я объясню, почему 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 4 и так далее. Каждый можно только по порядку. Эту базу нельзя взломать. Почему? Потому что код человек это и есть регистрация аккаунта. Да? Или называется смарт-контракт. Давайте отвлекусь. Смарт-контракт. Не надо выдумывать, что это. Это может быть все, что угодно. Отвяжитесь от биткоина. Грубо говоря, в смарт-контракте мы прописываем то, что нам надо вообще на данный момент. Ну, допустим. Если кто-то думает, что блокчейн очень сложен, да нет. Написать социальную сеть сложнее. Допустим, как создать нового пользователя. Второе, все, что делается в обычном сайте, как авторизоваться, как подключить другого пользователя. разные вещи. Ну, обычные, грубо говоря. Это и есть смарт-контракт, только вот у нас есть блок 1, человек посоединился, этот блок 1,2. То есть, вот этот код входит зашифрованный сюда. А в этот код входит зашифрованный с первого, со второго. Если мы попытаемся со стороны изменить блок 1, то будет нарушена информация во всех блоках, что система сразу распознает. А теперь скажите, пока этой информацией мало кто обладает, скажите, вы хотели бы иметь такую базу, чтобы не иметь головной боли? Да, хотели. Это захотят фирмы, это захотят все. И со временем, не со временем, ближайшие 2-3 года это полностью изменит интернет. Полностью! А теперь подумайте такой вопрос. Ребята, если вы будете делать абсолютно любые приложения, подсоединять туда вашу в это приложение задумку блокчейна, то представляете вам лозунг? Ваше приложение выглядит так. Зашел в автобус, вышел миллионером. И это реально! Это реально становится в ближайшие годы! То есть, по сути дела, человек не будет там только переписываться, а будет в интернет зарабатывать деньги. Но блокчейн еще не все ограничивает. если ранее, чтобы создать, допустим, финансовую организацию, надо было нанять бухгалтеров, юристов, сейчас это ничего не надо. Это делает один человек и делает быстро. Еще несколько лет назад, допустим, на создание криптовалюты уходило по три года. Сегодня не надо. Революция произошла именно тогда, пошел бум, 67 миллионов, а у нас бутерин, канадец с русским происхождением создал систему эфириум. Да, это как криптовалюта, но цель системы, когда он начал рассказывать, это разработать программное обеспечение. И он его разработал. И по сути дела нам не надо ничего придумывать. Как конструктор собираем любую систему за часы. Раз, да, первое время вот у меня ушло долго, вообще разобраться. Но когда разобрался раз, потом уже начинаешь писать в течение минут. Если вы начнете читать, то вы начинаете понимать. Но я сейчас объясню. Торговый знак, то есть любую торговую фирму, магазин сделать, отвяжить криптовалюты. Просто так получилось, что блокчейн начал использовать биткоин. Но блокчейн это просто технология. И вы понимаете, что ее можно вложить куда угодно. Центральный банк, головоломки, то есть грубо говоря любые игры. И эта игра, игра будет играть и деньги зарабатывать. Продать продукт, акции, аукционы, виртуальную любую организацию. блокчейн. Дальше какие-то голосования вплоть до Конституции. Почему? Блокчейн никто ничего не может изменить. То есть информация всегда на 100% верная. Не может никто изменить. Допустим, в обычной базе данных админ может все изменить. В системе блокчейн никто не может изменить. Но система блокчейн, как отличить настоящую систему блокчейн от вымышленной подделки, она с открытым исходным кодом. То есть грубо говоря, что это говорится? Я могу посмотреть, что вот у этого человека есть миллион или там 100 миллионов, но фамилию его я никогда не увижу. Ну если он мне сам не сообщит. То есть она открытая. Я могу увидеть, что вот в этом аккаунте есть там 100 миллионов. Да, но чья это, кто это, это никто не знает. Это высший пилотаж в криптографии. Вокруг блокчейн разработано много языкового программирования сейчас. И наш Python, кто я в школу веду, тоже есть. Иными словами, Виталик Бутерин сделал прорывной шаг. Сделал, собрал много программистов, очень бросил обучение и создал именно программное обеспечение, которое включило в себя несколько языков. После начались уже рождаться платформы, и они все построены на основе именно Ethereum. Не Ethereum, То есть у нас с вами есть уже инструмент. начаться вот то, что я написал, все начинает работать. А теперь вы спросите, а при чем здесь мобилы? Ребят, а вы посмотрите за новостями, а вы посмотрите вокруг, а все, что происходит в жизни, рано или поздно начинает становиться мобильным приложением. Правильно? Правильно. Тогда я вам спрашиваю вопрос. Беларусь первая страна, которая приняла закон на государственном уровне, и он вступает в силу с 1 января 2018 года. 2-3 года, когда уже Казахстан пошел, и все СНГ потихонечку примет на закладательном уровне. То есть это реально можно регистрировать, можно все делать. По словам инвесторов, у нас есть 2-3 года. Как раз этого времени хватит, чтобы стать уверен на ноги и смочь сделать любой продукт. Это и есть круто. Вы спросите, почему мобилы? Да потому что у меня уже есть школа Джанго. И так вот инстаграм написано Джанго и часть, которая касается там веба у меня уже в кармане давно. И у многих ребят. Но подумайте, ведь очень важно мобильное направление. Тогда я вас спрашиваю вопрос, можно ли написать мобильное приложение там на Го? Да можно. Можно ли мобильное приложение там написать на каком-то другом языке? Да можно. Ребят, да можно на чем угодно написать мобильное приложение, ведь вопрос не в этом, а вопрос в другом. У вас есть выбор, вот я вас спрашиваю. У вас есть огород, у вас есть лопата, и у вас есть мини- блок со всеми инструментами. Что вы выберете для обработки? Конечно же, то есть мотоблок, потому что это быстро экономит время, это качественно, время, ребята, время и качество. Так вот, можно было бы на другом языке взять, на любом, но почему я выбрал Kotlin и Android Studio? А давайте мы посмотрим еще такой вариант. Вы хотите вот так, или вы хотите вот так? Какой охват больше? Второй. Так вот, можно написать на другом языке, но нет нормальной среды разработки, надо искать. Есть среда разработки, нет для тестирования. вопрос. Ага, начинает внедряться система блокчейн. смотрим и спрашиваем себя, а Google ее внедрять будет? Ты что, дурак? Понятно, что будет? Но это ежику понятно. Так вот, ребята, вот поэтому я и выбрал направление, и если вы думаете, я взял вот так бы в Суновске сидел и выбрал, нет, я в школе я уже начал работать с мобильными приложениями, то есть работал с, допустим, Python for Android, очень мощная библиотека Kiwi. Но когда я понял, что Kiwi самомощная, но с разработкой, то есть с тестированием, с отладкой, надо постоянно где-то выкручиваться. И я понял, что надо искать комплексные решения. Почему? А вот давайте посмотрим на наш график. Если я хочу сосредоточить свои усилия все вокруг блокчейн, значит мне нужен язык, среда разработки как инструмент и он должен быть высочайшего качества и самое главное как оркестр, то есть играть вместе. И это случилось я не буду рассказывать, вы там почитаете на сайте, то есть есть язык программирования Kotlin, есть идея, которая развивается конкретно под язык, да, идея IntelliS, от JetBrains, от той же компании, что написала язык, кстати, это русские ребята, этот язык Kotlin сделала официальным языком Android Studio, и у нас здесь все есть сразу, нажали в Android Studio, то есть и разработка приложений, и пожалуйста тестирование приложений, все в комплексе, и мы и это же Google и Kotlin будут поддерживать, и пожалуйста, хочешь сделать проект, делаем на Kotlin. он язык со статической типизацией, но он очень простой, если взять допустим в нов project, то есть все развивается вместе, пожалуйста, include Kotlin support, а почему Kotlin, мне вам отвечать? Нет, нет, но это вообще, это вообще наглость, это вообще наглость, это вы мне говорите, чтобы я вам отвечал, почему Kotlin? Ха-ха-ха-ха-ха! Да вы сами сейчас ребята себе ответите! Тут вопрос риторический, даже как бы сказал смотрим о проекте. Так, спокойно, вдыхаем, вот это код Kotlin. перемешивая, слева тот же Kotlin Java. Вопросы есть? Чтобы вы поняли, что не так все страшно, заходим в быстрый старт, смотрим уроки. И вот здесь я начал уже разъяснять Kotlin с нуля, то есть я смотрю с того, что вы не знаете ни одного языка. это курс 5, посмотрите курс 6, объявление переменных и поймете, что все просто. Потому что на официальном сайте Kotlin обучение есть, но он есть в сравнении с Java. По сути дела, не зная Java, грубо говоря, ни хрена вы не поймете. Я исхожу из того, что вообще ни одного языка не знаете. Но кроме этого я показываю сравнение вообще статической типизации и динамической. Потому что я рекомендую вот то время для ребят изучать и Kotlin и Python вместе. Сложности нет. Перепутать сложно. Нельзя же перепутать автомобиль с носорогом, да? Ну нельзя. То же самое и здесь. Запутаться нельзя. Если два динамической типизации то конечно там было много похожего. Тут совершенно разное. И тот и тот отложится. И мы идем по шагам. Есть код. Я кроме этого делаю документацию для себя. А вы уже можете дочитывать. Сайт Kotlin Lang Kotlin Lang .spb .ru В описании видео есть ссылка на быстрый старт. Вперед и поехали. Ребят, ну в принципе остальное дочитайте на сайте. Я, по-моему, очень хорошо постарался, чтобы разъяснить вам, что в этом направлении надо начинать двигаться. Когда? Вчера. Вчера, ребята, да. иначе подумайте, где вы застряли. Вы еще все, вы еще все здесь, вы еще, здесь, вы еще, здесь, 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 или уже здесь. Да какого хрена я вас там не наблюдаю? извините, надеюсь услышали. Я даже окошку напугал. Шутка. Бомбарбия киргуду. Шутка, шутка. Итак, ребят, думаем, думаем, а думать есть над чем и делаем. Ничего само не будет. Ничего. Посмотрим на план школы. Это же у меня четвертая школа, то есть я уже делаю так, чтобы у меня есть понимание, это же не первый язык, просто еще один момент, откуда допустим, жалко, сейчас, не тот сайт открыл. кстати, на этом тоже есть, на spb-tut.ru здесь можно найти Kotlin плюс Android Studio, вот так перейти, по ссылке еще. Мы переходим все курсы, открываем седьмой курс. просто сейчас не буду Mark Daven открывать, то есть я даю вам и я при вас ее составляю вместе с вами. Я сказал на сайте официальном вместе с Java, я исхожу из того, что вообще надо в языке. Вот мы с вами идем так, переменные, дальше пошли, пошли и пошли, это после урока просто подведете. И сразу мы написали, что нам потом надо допустить видимость, переменные и смысл такой, в переменных все будем собирать на странице и так далее, и так далее. Все языки ребят похожи. И я даю еще этот материал так, что опираясь на план этого материала можно выучить абсолютно любой язык, потому что что-то там разное, но принцип один. В общем, что я рассказал, то рассказал. Спасибо вам за доверие, пожалуйста, ну не надо обижаться, ну эмоциональный я человек, ну где-то там прикрикнул, где-то сказал, ну в любом случае я думаю, что ставим лайк, обязательно подписываемся, что я вам помог, и задаемся вопрос, где я? Ребят, я хочу, чтобы вы были здесь. Почему? Вместе разбираться проще. Я смотрю, ребята начали копаться, все, дело пошло. Присоединяйтесь, ребят, в школу и вперед. Шаг за шагом. Все получится. Все получится. Продолжение следует...